В этом ролике мы расскажем и покажем вам, как происходит отделка тканей. Иными словами, что происходит с тканью между тем, как ее соткут, и тем, как ее отправят в магазин или на швейную фабрику. Все процессы мы снимали на отделочной фабрике компании Шуйские ситцы. Это единственная в России компания полного цикла от придения нити до пошива готовой продукции. Вот общий схема процесса отделки. Ткань, поступающая с ткацкой фабрики, называется суровой тканью или суровьем. Вот она разматывается, чтобы отправиться на обработку. В первую очередь ее обрабатывают щелочью и отбеливают. Отбеленную ткань окрашивают. Это может быть кубовое окрашение, при котором ткань прокрашивается целиком, а может быть набивное окрашение, при котором на ткань наносится какой-то рисунок. После окрашения проводят итоговую отделку ткани. Это может быть выравнивание по ширине, тиснение, пропитывание водоотталкивающими составами и так далее. После итоговой отделки ткань покидает отделочную фабрику. Вот схема процесса. Сначала ткань пропитывается щелочью, а потом пропитанную ткань 20 минут запаривают при 100 градусах. Пропитывают ее несколько раз, погружая и вынимая на волках в раствор щелочи. Делают это в закрытой камере, чтобы щелочь не летела во все стороны. А вот запарочник. Это камера, в которую подается пар и в которой ткань проходит между волками вверх-вниз. Общая длина полотна подобрана так, чтобы оно находилось в камере те самые 20 минут. Зачем это делают? В суровой ткани присутствуют остатки лигнина, вещества, которое склеивает целлюлозные волокна. Именно он в основном и придает ткани желтоватый цвет. В лигнине много фенольных фрагментов. Щелочь образует с ними феноляты, переводя тем самым лигнин в растворимое состояние. Также щелочь частично реагирует с самой целлюлозой, которая обладает слабо кислыми свойствами. В результате волокна немного распушаются и становятся более гигроскопичными. Заодно отмываются плохо прикрепленные ворсинки. Далее ткань отмывают не столько от щелочи, сколько от продуктов ее реакции с лигнином. После промывки ткань обрабатывают перекисью водорода со щелочью. Сначала ее погружают в ванну с раствором, а потом на полчаса отправляют в запарочник, где пероксид водорода окисляет все окрашенные соединения. А далее ткань отмывают уже серьезно. В целом каскаде ванн, в каждую из которых ткань многократно погружает при помощи волков, тянущих ее вверх-вниз. Уровень жидкости в ваннах повышается по мере прохождения ткани через них. То есть жидкости ткань идут противотоком. В результате грязная ткань отмывается грязной водой, а чистая чистой. Это позволяет сильно экономить воду. Расход воды на промывку составляет около 4 литров на килограмм ткани. А дальше ткань сушат. Для этого она проходит через многочисленные барабаны, которые подогреваются перегретым водяным паром. А после сушки ткань проходит через еще один важный инструмент – пылесос. Он вытаскивает из ткани все мелкие ворсинки, которые отлетели в процессе обработки щелочи и отбеливания и собирает их в этот мешок. Готовую ткань сматывают в бобины и дальше отправляют либо в цех крошения, либо в печатный цех. В результате кубового крошения ткань прокрашивается полностью по всему объему в один цвет. Вот схема кубового крошения. Сначала ткань протягивают через ванну с красителем. Вот так выглядит ванна с красителем, она же плюсовка. Сама она закрыта, чтобы краситель не разбрызгивался. Из этих чанов в красильную ванну подаются активные красители, то есть красители, которые в процессе закрепления химически связываются с целлюлозой. Молекула этих красителей содержит фрагмент, который обуславливает цвет красителя на схеме голубым. Такой фрагмент называется хромофором. И фрагмент, который реагирует с целлюлозой, образуя с ней химическую связь на схеме желтым. Часто в качестве такого фрагмента используют хлортриозиновый фрагмент. Атом хлора в нем подвижен и если встречает группу OH, уходит вместе с атомом водорода. А все, что осталось, связывается с атомом кислорода. Образовавшийся хлороводород нейтрализуется содой натрий-2СО3, которая присутствует в растворе красителя. Реакция заметно ускоряется при нагревании, поэтому после красильной ванны ткань протягивают мимо инфракрасных нагревателей, где собственно и происходит химическая реакция красителя с целлюлозой ткани. К сожалению, краситель связывается не весь, и тот, что не связался, приходится отмывать. Это делается в промывной машине, устроенной так же, как промывная машина после отбеливания. Каскад из нескольких ванн, в которых вода стекает против движения ткани. Самая грязная ткань отмывается самой грязной водой. Все промывные воды, естественно, за определенную плату отправляются на городские очистные сооружения, где с ними прекрасно справляется активный ил. Отмытую ткань сушат. Как и после отбеливания, это делают на барабанах, подогреваемых изнутри перегретым паром. Высушенная ткань натягивается на волках и в данном случае складывается для отправки на финишную отделку. Набивное окрашение это нанесение рисунка на ткань. Его проводят в печатном цехе. Рисунок наносят на ткань при помощи сетчатых валов, их еще называют шаблоны, после чего ткань сушат. Для набивного окрашения используют пигментные красители. Они состоят из мелких нерастворимых в воде твердых частиц, которые смешиваются с водой, загустителями и связующего, который в процессе сушки полимеризуется и намертво приклеивает частицы пигмента к ткани. Красители насосами подаются на шаблоны. С каждого шаблона наносится свой цвет и шаблонов может быть до 12. Стенки каждого шаблона представляют собой сетку, ненужное отверстие в которой заделано специальным лаком. Приготовление таких шаблонов и отмывание их тема отдельного ролика. А далее краситель под давлением продавливается сквозь сетку и отпечатывается на ткани. При использовании пигментных красителей не требуется промывка, ткань сразу отправляется на сушку. Сушку проводят горячим воздухом. При сушке испаряется вода и полимеризуется связующая. Высушенную ткань складывают при отправке на финишную отделку. В ходе финишной отделки ткань иногда апретируют, то есть чем-то пропитывают, например водоотталкивающим составом. Иногда каландрируют, то есть пропускают между горячими волками. После чего в обязательном порядке выправляют уток, чтобы волокна были перпендикулярны друг другу и выравнивают ткань по ширине, чуть-чуть ее растягивая. Окончательно отделанную ткань сматывают и отправляют потребителям или в швейный цех. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ